дорогие друзья добро пожаловать в благую весть онлайн церковь открытую для вас в любое время в любом месте меня зовут эдуард я рад приветствовать вас сегодня и сказать вы в правильном месте спасибо за вашу верность спасибо за то что вы нашли время присоединиться к нам и стать частью сегодняшнего воскресного богослужения сегодня вас ожидает потрясающая проповедь павел реннер будет говорить на тему которую он начал неделю назад поэтому если вы не смотрели предыдущую проповедь найдите ее ее запись на нашем сайте или на нашем канале в youtube и получите благословение если вы пропустили эту запись также вы можете пересмотреть ее еще раз для того чтобы восстановить в памяти о чем же была проповедь а чтобы не восстанавливать в памяти проповедь вы можете конспектировать запись законспектировать проповедь сегодня во время богослужения делать это вы можете прямо на нашем сайте в разделе заметки нажмите на соответствующую кнопку справа от чата затем сохранить эти заметки на ваш компьютер если вы сегодня с нами впервые мы очень вам рады для вас есть страница впервые у нас нажмите на кнопку впервые у нас сверху над плеером там вы узнаете кто мы во что мы верим во что мы верим о вас и что мы провозглашаем о вас и хотим верить что это происходит в вашей жизни для вас страница впервые у нас вы можете прочесть о нас о нашем пастыре и если вы хотите вы можете зарегистрироваться чтобы мы мы могли вам служить еще более полно и не только во время воскресных эфиров поэтому призываю вас зарегистрируйтесь и кстати найдите на социальных сетях мы находимся во всех соцсетях благая весть онлайн мы хотим вам служить в любое время и в любом месте чтобы это было именно благословением для вас но сейчас давайте все вместе подготовим свои сердца для того чтобы принимать божье слово мы будем славить его святое имя мы будем поклоняться ему аллилуйя спасибо тебе иисус спасибо тебе спасибо тебе за жизнь которую ты дал нам ты мой царь ты мой царь мой господь мой господь лишь тебе эту песню пою ты мой царь 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 лишь тебе эту песню пою ты мой царь ты мой царь ты мой царь мой господь мой господь ты мой царь 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 Раздаёт, каждым дыхание песню любви поёт. Аллилуйя, 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 Царю всех царей. Ты мой царь, мой Господь, Лишь Тебе эту песню пою. Ты мой царь, мой Господь, Своё сердце Тебе отдаю. Ты мой царь, мой Господь, Лишь Тебе эту песню пою. Ты мой царь, мой Господь, Своё сердце Тебе отдаю. Пусть всё, что дышит в полу, Тебе воздаёт. Каждым дыханием песню любви поёт. Аллилуйя, 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 Царю всех царей. Аллилуйя, 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 Царю всех царей. Аллилуйя, 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 Мы поклоняемся Тебе, Господь. Да, мы воздаём Тебе хвалу. Ты достоин чести. О, прими её, прими нашу хвалу. Аллилуйя, О, спасибо Тебе, Господь. Ты искупил меня кровью своей святой. Взяв на себя мой грех, дал правильность и любовь. Ты осветил меня словом своим живым. О, как желаю я, Быть светом Твоей любви, Твоей любви. Аллилуйя, 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 Царю всех царей. Аллилуйя, 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 Царю всех царей. Доброе утро, друзья! Повернитесь друг к другу и встречайте доброе утро! Как хорошо быть в церкви сегодня! Аминь! Сегодня большинство христиан мира начинают праздновать Рождество, рождение нашего Спасителя. Поздравляю вас, дорогие друзья! С Рождеством! Тем временем, пока весь мир празднует Рождество всего лишь 24-25 декабря, мы с вами можем праздновать Рождество аж, начиная с 24-25 до 7-8. Поэтому Рождество в наших сердцах, я надеюсь, будет еще больше. Аминь! Когда ангел явился пастухам, которые находились неподалеку от Вифлеема, в тот момент, когда родился наш Спаситель Иисус, он сказал, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Затем внезапно появился воинство небесное, и все вместе они возвещали «Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» «Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» «И я благодарю Тебя, Господь, что Иисус Христос, Сын Божий, не только родился, но и прожил здесь, на земле, проповедовал, показывал нам, как нужно жить, делился с нами благую весть, умер и воскрес. Благодарю Тебя, Господь, за нашего Спасителя!» И все вместе сказали «Аминь!» Дорогие друзья, если вы сегодня у нас впервые, добро пожаловать в Московскую церковь «Благая весть». Меня зовут Павел, и мы вам очень рады. Церковь, давайте мы поприветствуем всех наших гостей сегодня. Вы пришли на очень хорошее богослужение, последнее богослужение в 2016 году. И сегодня будем молиться особое благословение над 2017 годом. Если же вы сегодня впервые, мы бы хотели вам сегодня подарить журналы нашей церкви. При выходе из зала, если вы еще не получили, при входе, обратитесь, пожалуйста, к информационному столу, для того, чтобы получить немного информации о том, что такое Московская церковь «Благая весть». А также, если вы с нами впервые в прямом эфире, вы можете тоже с нами регулярно переписываться, писать ваши молитвенные нужды на молитвенной стене, и мы бы тоже хотели вместе с вами общаться. Давайте воздадим Господу славу, он достойный хвалы! Спасибо тебе! О, мы поклоняемся тебе, Иисус! Прими нашу честь! Прими нашу плаву! О, аминюля! О, аминюля! О, о, господь! Сердце в своем, каждый свой шаг я отдаю тебе, Вся жизнь моя, все, что есть у меня, будет твоим всегда. я так люблю сердце своем сердце своем каждый свой шаг я даю я жизнь вся жизнь моя все что есть у меня будет моим всегда о да господь я так люблю тебя мне не хватит слова все сказать в жизни все не хватит чтобы спеть все что я искал нашел теперь с тобой навечно буду я я так люблю тебя мне не хватит мне не хватит слов а все сказать жизни 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 все не хватит что я искал нашел теперь с тобой навечно буду я я так люблю тебя боже прими 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 хвалу прими честь прими поклонение الله сердце своем каждый свой шаг я отдаю тебе вся жизнь моя все что есть у меня будет твоим всегда Я так люблю тебя Мне не хватит слов на всё сказать В жизни всей не хватит, чтобы спеть Всё, что я искал, нашёл в тебе С тобой навечно буду я Я так люблю тебя Мне не хватит слов на всё сказать В жизни всей не хватит, чтобы спеть Всё, что я искал, нашёл в тебе С тобой навечно буду я Я так люблю, я так люблю Спаситель, спаситель За стуки, Сын Божий, воскрес Христом Твой побеги За славы и небес И не хватит слов на всё сказать В жизни всей не хватит, чтобы спеть Всё, что я искал, нашёл в тебе С тобой навечно буду я Я так люблю тебя Мне не хватит слов на всё сказать В жизни всей не хватит, чтобы спеть Всё, что я искал, нашёл в тебе Всё, что я искал, нашёл в тебе Всё, что я искал, нашёл в тебе С тобой навечно буду я С тобой навечно буду я Я так люблю тебя Я так люблю тебя Я так люблю тебя Я так люблю тебя Позвольте представить Александр, участник нашего хора Сегодня он хочет поделиться свидетельством Здравствуйте, дорогая церковь Меня зовут Александр Моё свидетельство непростое У меня есть два брата И есть младший брат И он женат уже долгое время И они более 10 лет ждали ребёнка То есть в начале совместной жизни У них был трагический случай Что был выкидыш И они более 10 лет ждали ребёнка И вот наконец настал тот догожданный час Когда они снова ждали ребёнка В этом году Вернее, должен был родиться В январе 2017 года И вот 28 ноября Супруге моего брата Стало плохо И она позвонила ему на работу И сказал, что у неё очень сильно болит живот Он срочно приехал с работы И срочно привёз её в больницу Когда он её привёз в больницу Её посмотрели врачи И когда она спускалась с кресла Она потеряла сознание Врачи её, конечно, подхватили И им срочно пришлось На операционный стол класть И делать кесарево сечение Потом они сказали Что если бы вы подождали скорую То вы бы её уже не привезли То есть она могла умереть Вот И ребёнок родился Кило 170 Это очень маленький вес Но знаете, слава Богу за нашу медицину Что сейчас очень много таких хороших перинатальных центров Которые могут выхаживать таких маленьких детей Вот И мы знаем, куда обратиться Слава Богу Есть братья, сёстры Во всей земле И мы обратились В разные церкви Где мы жили Новотроицк, Оренбургская область Краснодарский край весь молился Конечно, мы и в первую очередь Оставили обращение Просьбу молиться И на Благой Вести Новотроицке Ой, в Москве И все церкви начали молиться Литва молилась за нас Вот И слава Богу Господь сказал, что не оставлю И не покину И знаете Конечно, Лена Это моя невестка Это жена моего брата И Юлечка Это племянница Уже племянница Лена лежала где-то неделю И врачам пришлось Её держать в искусственной коме Это очень долго было Но слава Богу Я могу сказать, что Господь наш верный Любящий, милующий И Он не оставил нас И не покинул И сейчас Лена уже дома Юлечка наша Весит уже Кило Семьсот Двадцать Она каждый днём Поправляется Огромная благодарность Всем Кто молился Бог великий Он верный И знаете Он сказал Если вы хотите Чтобы ваша нужда Была исполнена То молитесь За другие нужды За чужие нужды И тогда Бог преклонит ухо И услышит вашу нужду Как хорошо быть в Доме Божьем Аминь Вчера, когда я Размышлял в своём сердце Об этом слове Которым я должен поделиться О даянии Сейчас время будет жертвовать Я размышлял и молился И Бог Сказал мне сказать вам одну вещь Бог сказал мне Обратиться к тем из вас Кто сейчас Проходит Через пустыню Вот трудности Сложности У вас ощущение В какой-то сфере Вашей жизни Что вы идёте Через пустыню Есть такие люди Вы идёте Через пустыню Поймите одну вещь Когда ты попадаешь В пустыню В пустыне Главное Что у тебя появляется Жажда Жажда Аминь И если ты идёшь Через пустыню У этого есть цель Чтобы ты начал Испытывать Жажду Аминь Пустыня Вызывает жажду Пустыня Это не всегда плохо Если ты перестал Жаждать Бога Может быть тебе надо Пройти Через пустыню И если кто-то Проходит через пустыню Это слово для тебя Пустыня Это то место Где у тебя Появляется Жажда Аминь Аминь Если у вас есть Библия Пожалуйста откройте Второе Коринфянам Девятая глава Если не трудно И может быть Вам Понадобится Также и ручка Может быть Вы захотите Что-то записать Потому что Я думаю Что вы услышите Что-то новое Я думаю Что вы услышите Что-то новое Известные стихи Второе Коринфянам Девятая глава Шестого стиха При чём скажу Мы же вместе Да Мы же все знаем Кто сеет Скупо Тот скупо И пожнёт А кто сеет Щедро Тот щедро И пожнёт Каждый Уделяй По расположению Сердца Не с огорчением И не с принуждением Ибо доброохотно Дающего Любит Бог Я хочу поговорить С вами о нескольких Словах И У меня это уже Вошло в привычку Я хочу вам рассказать Что некоторые слова Значат в языке Оригинала И я вас уверяю Там в оригинале Смысл ещё лучше Чем мы читаем На русском Написано Кто сеет Скупо Тот скупо И пожмёт Греческое слово Которое переведено Как скупо Это слово Фейдоменос Фейдоменос Оно означает Человека Бережливого И экономного Я уверен Что сегодня В зале Собрались Люди Среди которых Очень много людей Бережливых И экономных И это правильно Когда ты Идёшь В магазин Мы очень часто Когда мы идём В магазин Мы заранее Настраиваемся Я не буду Тратить деньги На то На что тратить Не нужно Мы даже с женой Обсуждаем Давай сегодня Будем Экономными И мы когда идём По магазину Мы говорим Вот на этом Можно Сэкономить Вот на этом Можно сэкономить И купить что-то Дешевле И вот на этом Можно У кого в семье Такое же происходит Мы ходя по магазину Мы постоянно Думаем Как бы Сэкономить Купить подешевле А не подороже И вот здесь Стоит греческое Слово Которое Означает Экономного Человека Божье слово Говорит тебе Чтобы ты Не экономил На Боге Аминь Здесь написано Кто сеет Экономно Не экономь на Боге Не экономь на Боге Не надо Чтобы было Как в магазине На этом Можно Сэкономить Вот как раз Когда ты Приходишь к Богу Ты приходишь К тому На ком лучше Не экономить Аминь Повернись Соседу пожалуйста Соседке И скажи Давай не будем Экономить на Боге Аминь Почему Потому что Написано Кто сеет Экономно Тот Соберет Очень Экономный Урожай Ты хочешь Экономный Урожай Я не знаю Как ты Я хочу Большой Урожай Аминь Тут на самом деле В оригинале Написано Не будь Экономным С Богом Когда придет Время урожая Когда тебе Понадобятся Деньги Ты же не хочешь Чтобы Бог На тебе Экономил Я вот Не хочу Чтобы он На мне Экономил Когда я К нему Прихожу С нуждой Мне меньше Всего Хочется Чтобы он Сказал Давайте На нем Сэкономим Вот на других Не будем Экономить А на Максиме Давай Оно Оно Мне надо Оно Тебе Надо Поэтому Когда ты Приходишь К Богу Не экономь На нем Потому что Тебе дороже Выйдет Не экономь На Боге Когда ты Приходишь К Нему Не экономь На нем Потому что В его руках Сделать Все что угодно Аминь Итак Когда мы Слышим Сеющий Скупо В оригинале Стоит слово Которое Означает Экономное Бережливое Не надо Быть с Богом Бережливым Аминь Потому что Урожай Нам нужен Не бережливый И не экономный Аминь Запиши Это там себе Не будь Экономным С Богом Дальше Кто сеет Щедро Как там Написано Да вы Лучше Меня знаете Аминь Кто сеет Щедро Щедро И пожнет Я хочу Вас Обрадовать А не Расстроить И думаю Удивить В оригинале Вообще Нет слова Щедро Скажи Аминь В оригинале Нет такого Слова Переводчики Вот Взяли Написали Сеющий Щедро Знаешь Что в оригинале Написано Сеющий Благословенно Сеющий Благословенно Сеющий Благословенно Да Сюда И входит Щедрость Но немножко Взяли И ограничили Понимаешь Здесь гораздо Больше Гораздо Глубже Смысл Сеющий Благословенно Там стоит Греческое слово Юлогия Это даже Не сложное Греческое слово Это Слово Одно из первых Которое ты узнаешь Начиная заниматься Греческим Здесь даже Не надо Серьезно Заниматься Греческим Вот Возьми Человек Который Маломальский Знает греческий язык И скажи ему Юлогия Он сразу тебе скажет Это слово значит Благословение Юлогия Здесь написано Кто сеет Благословенно Тот благословенно И пожнет Ты не можешь Сеять благословенно Не щедро Конечно Щедрость входит Но Здесь еще больше Смысл Смотри Что имеет ввиду Автор Когда ты сеешь Ты должен подумать Твое пожертвование Для Бога Станет благословением Вот подумай Об этом в сердце Та сумма Которую ты хочешь отдать Она для Бога Станет Благословением Ты должен Посеять благословенно Ты должен Так дать Чтобы Бог Почувствовал себя Благословенным Аминь Второе Благословенно Церковь Должна получить Благословение Вот подумай Об этом пожертвовании Которое ты хочешь дать Ты сэкономить хочешь? Или ты хочешь Так пожертвовать Чтобы церковь Получила Благословение Третье Ты должен Так посеять Сеющий Благословенно Ты сеешь так Чтобы получить Благословение Сеющий Благословенно И ты еще должен Благословить Своими устами Аминь Вот он соберет Благословенный Урожай Аминь Мы не будем Экономить на Боге Аминь Давай посеем Благословенно Благословенно Вот запомни это Там не просто написано Щедро Там написано Благословенно Пусть твое даяние Сегодня будет Благословенным Таким чтобы Ты за него получил Благословение И не экономь на Боге Аминь Пожалуйста Давайте приготовим Господь Подними это Господу Господь Я не хочу Экономить на Тебе Я не хочу Экономить на Тебе Я не хочу Экономить на Тебе Я сею Благословенно И я хочу Получить Благословение Аминь и мы никогда не будем экономить на Боге. Аминь. 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 Отец Небесный, во имя превознесенного и прославленного Иисуса Христа, я приношу Тебе свои десятины и пожертвования, как часть моего поклонения. От всего сердца я приношу Тебе этот дар с верой, что Ты благословишь посеянное в Твое Царство семя, как и обещал нам в Своем Слове. Верую, что благодаря этому семени жизни людей будут меняться. Пленные выйдут на свободу, больные получат исцеление, слабые укрепятся, и семьи будут восстановлены. Наши дети и родные познают Твою силу. Верую, что тьма рассеется, и свет Твоего Слова высияет над всей землей. И сейчас я со всем уважением и почтением к Твоей заповеди приношу свои финансы, как мое поклонение Тебе. Верую, что небесные окна в этот момент открываются надо мной, и Ты изливаешь на меня благословения до избытка. С верой я сею и с верой принимаю свой урожай. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, сегодня особенное собрание. Это последнее собрание в этом году. Осознаете? Последнее богослужение в этом году. Давайте мы сейчас возьмем время и помолимся еще. Хорошо? Не будем сегодня спешить. Аминь. Позволим Духу Святому поработать в наших сердцах сегодня особым образом. Помолимся о следующем годе и благословим его. Готовы? Но прежде давайте поблагодарим Бога за этот год. Аминь. Давайте возьмем время сейчас. Может быть, минуту, может быть, две. Вспомните, что произошло, что пришло от Бога к вам в этом году. Поблагодарите Его. Скажи Богу, спасибо тебе за это. Спасибо за защиту, за охрану, за моих детей. Спасибо за каждый день этого года, Господь. Аминь. Давайте сейчас просто побудем в тишине. И поблагодарим Бога за этот год. Каждый. Пусть это будет между тобой и Господом. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Раба Санта, Реба Санта, Раба Санта. Аллилуйя, Раба Санта, Раба Санта. Аллилуйя, Господь. Господь, мы благодарим Себя за 2016 год. Спасибо за каждый день этого года За каждую минуту, за каждое мгновение Мы осознаем и понимаем Что мы жили и живы Потому что Ты наш Бог, Господь Каждый день этого года Ты сохранял нашу жизнь, Господь Каждый день этого года Ты благословлял нас Ты охранял наших детей, Господь Твой мир, Господь Он охранял нас, Господь Твой жезл и Твой посох Направлял нас, Господь, и защищал Благодарим за каждое слово Полученное Тобою в нашу жизнь, Господь Слово, Господь Которым мы жили, Господь Благодарим Тебя Благодарим Тебя за эту церковь, Господь За каждую проповедь, Господь За каждого спасенного человека В этой церкви, Господь За каждого исцеленного, Господь За каждую семью, которая сохранила взаимоотношения, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. И, Господь, мы молим Тебя за 2017 год. Мы молимся, чтобы это был год особых взаимоотношений с Тобой. Во имя Иисуса Христа, Господь. Мы молимся о том, чтобы благословение Твое было особенным, Господь, в этом году для каждого человека этой церкви. Господь, я молю Тебя о том, чтобы люди, которые потеряли работу в этом году, я молю Тебя, Господь, о восстановлении во имя Иисуса. Восстановление финансов, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Восстановление, Господь, на работе, Господь. Во имя Иисуса, Господь. Во имя Иисуса, Господь. Я молю Тебя о том, чтобы это был год стабильности. Год стабильности во всем, Господь. Стабильность в душе, Господь. Стабильность в финансах, Господь. Стабильность в семье, Господь. Во имя Иисуса, Господь. Я молю Тебя о том, чтобы это был год Твоего мира, Господь. Когда ничего не сломано, все, все на своих местах, Господь, все происходит вовремя, во имя Иисуса Христа, Господь, твой сверхъестественный божественный мир, да владычествует в каждой семье, Господь, в жизни каждого человека, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы молим Тебя, Господь, за церковь в этом году, мы молимся о том, чтобы церковь расширялась, Господь, чтобы люди продолжали спасаться больше и больше, Господь. Умножь, Господь, умножь, Господь, расширь, Господь, во имя Иисуса, Господь. И мы просим, Господь, направь нас еще больше к людям, в мир, Господь, в Гальянова, к соседям, Господь, в соседнюю квартиру, в соседний дом, Господь, благовествовать и говорить, что людям не обязательно идти в ад. Не обязательно идти в ад, есть ответ для них. И их ответ – Спаситель Господь Иисус Христос. Аминь. Аминь. И, Господь, особенно прошу в эти праздники, в рождественские дни, помоги нам, Господь, благовествовать. Направь к нам людей, которые нуждаются в слове о Тебе, нуждаются в молитве, Господь, во имя Иисуса. Направьте ваши руки, давайте мы благословим финансы. Господь, благословляем. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делал для нас в этом году. Благослови эти десятины и приношения, Господь. Господь, воздай щедро, Господь, воздай щедро во имя Иисуса. И, Господь, мы молим о каждой ситуации здесь. Мы просим, чтобы Ты явил Свою силу, могущество, славу, любовь, Господь, в каждой ситуации во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет Аминь. Вы можете поститься пост Даниила, это отказ от хлеба, мяса, сладкого, жирного, практически остаются только овощи и фрукты. Или вы можете поститься вместе со мной полным постом, то есть исключительно только жидкости. Я делаю так, потому что, ну, собственно говоря, мне так проще. Я предпочитаю не есть, чем есть только овощи и фрукты. Но это моя проблема. Может быть, вы можете поститься пост Даниила, и вам будет комфортно. Однако, может быть, Господь вас ведет поститься полным постом. Кто-то будет поститься однозначно в течение 21 дня. Кто-то будет поститься в течение 7 дней, в течение 3 дней. А тот, кто еще никогда не постился, побуждаю вас попробовать это. Пост приносит особое благословение. Это трудно объяснить. Действительно трудно объяснить, что происходит во время поста. Однако, во время поста мы смиряемся. Мы смиряем нашу Я. Мы смиряем нашу плоть. Мы подчиняемся Духу. Дух внутри нас. Каждый днем поста становится сильнее и сильнее. В то время, когда плоть становится все слабее и слабее. Мы приобретаем новое понимание того, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Мы приобретаем совершенно новое понимание слова Иисуса, когда Он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом или откровением, которые приходят из уст Божьих. Во время поста мы как никогда нуждаемся. Духовно нуждаемся, физически нуждаемся в сверхъестественной помощи. Для меня лично во время поста чтение Слова Божия можно приравниваться для меня к пище. Когда я читаю Слово Божие, я не ощущаю чувство голода. Это чудо. Если вы будете просто не есть, это вредно, это даже опасно для вашего здоровья. Но если вы поститесь, в этот момент что-то сверхъестественное происходит, и это даже полезно. Не бойтесь поститься. Доверяйте Господу в этом. Когда мы постимся, когда находимся в этом сверхъестественном состоянии смирения и подчинения Господу, Господь может в нашей жизни делать то, что в другое время мы Ему не позволяем. Мы становимся гибкими для Бога. Происходят какие-то сверхъестественные, можно их так назвать, хирургические действия в наших сердцах и душах. Во время поста некоторые люди получают сверхъестественное исцеление от болезни. Во время поста приходят откровения в вашей жизни, а ваше будущее. Во время поста Господь делает чудеса в жизни ваших родных и близких. Поститесь вместе со мной в этом году. 21 день. Это не так много. Однако, когда мы постимся в начале года, это то, что мы отделяем для Него. Это наше выражение поклонения Господу, чтобы сказать, Господи, вот в начале этого года, в самом начале этого года, вот это то, что я хочу отдать Тебе. Я приближаюсь к Тебе, Господи, через пост. И действительно, в этот момент мы приближаемся к Богу. Пост – это не попытка уговорить Бога что-нибудь для нас сделать. Он и так хочет это сделать. Он и так хочет нас благословить, исцелить. Он и так хочет восстановить вашу жизнь, чтобы вы были полноценные. Однако, столько всего в нашей жизни мешает этому. Иногда нам нужно смириться, подчиниться Господу. Еще по поводу поста. Мне особенно вдохновляет во время поста то, что для Бога пост – это круглосуточная молитва. Несмотря на то, что говорите вы на иных языках или нет, читаете Библию или произносите вслух какую-то молитву, когда мы постимся – это круглосуточный пост. А если же вы поститесь 3 дня, 7 дней или 21 дня – это все одна большая молитва. И каждый раз, когда вам трудно поститься, или вы чувствуете слабость, поверьте, ваша слабость – это молитва Богу. «Господи, помоги!» А потом приходит ответ. И сверхъестественным образом Господь наполняет, и вы получаете энергию, силу продолжать. Поэтому вдохновляю вас вместе с нами, всей церкви поститься. С 8 по 29 января вместе мы входим в пост, вместе мы посвящаем в начале года какое-то время в молитве, в поиск Бога. И мы, как церковь, когда будем молиться, я верю в то, что будут происходить сверхъестественные изменения в духовный мир. И Господь что-то хочет дать нашей церкви. И также каждому из вас. Потому что пост – это все-таки что-то очень личное. Только вы переживаете искушения, боли и трудности, которые вы ощущаете во время поста. Это ваши личные переживания, и это ваши личные победы. Когда закончится пост, вы будете еще более уверены в том, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Потому что вы вышли победителем. Вы победили голод, вы победили искушение, вы победили всякие запахи, которые будете ощущать. Я уже в посте. Я уже в посте. И на прошлой неделе, вот на этой неделе, везу детей в школу. Везу их в школу, а затем на обратном пути включаю радио. А там замечательная программа. Как это там? Жизнь со вкусом. Ух! Я переключил станцию. Будут происходить нападки на ваше желание поститься. Нападки не только снутри, а нападки со стороны. Будьте твердые, поститесь, молиться нужно. Это то, что помогает каждому из нас. Аминь. Господь, я прошу тебя о том, чтобы ты помог каждому из нас в этом году принять решение войти в пост, в молитву. Каждый, как может, выделил какое-то время для того, чтобы Господь приблизиться к тебе. Прошу, Господь, о том, чтобы ты всю нашу церковь приблизил к себе. Чтобы мы больше ощущали твое присутствие на собрании. Чтобы мы больше ощущали, Господь, твою любовь. Чтобы больше людей приходило к спасению во имя Иисуса. Все вместе сказали Аминь. Аминь. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что приближается Рождество. Уже в новостях слышали об этом, уже пасторик напомнил. И при входе сегодня вы получили небольшую шпаргалочку. Получили сегодня при входе небольшую шпаргалочку? Рождественскую историю в хронологическом порядке. Прочитайте сами историю рождения Иисуса Христа в хронологическом порядке. Это поможет вам подготовить свое сердце к встрече Рождества, к празднованию Рождества. А если же вы собираетесь вместе с детьми, вместе всей семьей делать рождественский ужин, или, возможно, новогодний, вы будете скоро встречать Новый год, прежде чем как открывать подарки, прежде чем как вы скажете «Елочка, зажгись!» Если вообще вы так будете говорить. Похоже, все это на какое-то язычество. «Елочка, зажгись!» «Иисус родился!» Какое тут «Елочка, зажгись!» «Иисус родился!» «Аминь!» И все-таки на этом должен быть наш фокус, наше внимание. А для того, чтобы наше внимание было именно на этом, а ведь только что в садике все наши дети побыли, допустим, на какой-нибудь утреннике, где зашел Дед Мороз, волшебник. И все хором говорили «Елочка, зажгись!» Я помню, как в прошлом году я сидел в садике, смотрел, как все это происходит и думал «Ой-ой-ой!» Какое все-таки это язычество! Язычество просто в самом настоящем своем проявлении. Заходит сначала волшебник, потом кого-то зовут, потом кто-то не приходит, а потом, в конце концов, волшебным образом, когда все дети хором кричат, три раза громко, «Елочка, зажгись!» только тогда. Это колдовство! Язычество, вот так христиане должны на это смотреть. Я не говорю о том, что программа плохая, и не говорю о том, что воспитатели не должны это делать. Им сказали, они делают, они молодцы. Они очень хорошую работу делают, и я благодарен всем школам и садам за весь труд, который они вкладывают, и все, что они вкладывают в наших детишек. Однако, мы как христиане должны иметь свой особый взгляд на этот вопрос. «Елка» все-таки это напоминание о том, что родился Мессия Христос. Аминь! Итак, шпагалочка для вас. Если вы обратили внимание, здесь есть звездочки. Звездочки – это так называемая краткая версия. Вы можете прочитать всю рождественскую историю, но если вы попытаетесь вместе с вашими детьми прочитать всю рождественскую историю, вы где-то к половине уже их потеряете. Поэтому, моя рекомендация прочитать вместе с детишками сначала краткую версию. А если у ваших детишек больше терпения, чем у моих, вы можете прочитать вместе с ними и полную версию. Однако, мне кажется, важнее, чтобы дети хоть что-то запомнили, чем все. Поэтому, сами читайте полную версию в хронологическом порядке, а вместе с детишками можете прочитать краткую версию. Будем сегодня говорить о духовной благословении, которую Господь нам дает. На прошлой неделе мы начали эту тему и подробно обсуждали второе послание Петра, первая глава, первый стих. Можете уже вместе со мной открывать. Второе послание Петра, первая глава, первый стих. Открывайте, пожалуйста. Я уверен, что вы сегодня узнаете что-то новое. Мы подробно говорили на прошлой неделе о том, кто такой Петр или Симон Петр, то, что Петр это тот имя или кличка, который ему дал Иисус. Мы говорили о том, что Петр находился в Риме в тот момент, когда писал первое послание Петра и второе послание Петра. Мы говорили также о том, что, скорее всего, здесь Петр обращается к язычникам, к людям, которые были не в курсе или не научены в еврейских традициях. Они не знали о том, что грядет Мессия, они не ждали Мессии. Это в Иерусалиме, в Израиле иудеи ждали Мессию, знали о том, что должен был прийти Христос. Однако христиане, язычники, которые находились на современной территории Турции, ничего не знали об этом. И в Новом Завете мы видим, что апостолы учат тех людей, с которыми они разговаривают, о важности пророчества, которое мы находим в Ветхом Завете. Они говорят им о том, чтобы они изучали Писание. А на тот момент изучать Писание означало изучать Ветхой Завет. Потому что у них не было еще Нового Завета. Апостолы еще писали Новый Завет. И только через несколько сотен лет сформируется то, что сегодня мы называем Библию. Итак, Второе Послание Петра, первая глава, и мы немножко повторим первый стих, затем перейдем к второму стиху. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равную драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второй стих. Благодать и мир вам доумножатся в познание Бога Христа Иисуса Господа нашего. Замечательное пожелание. Благодать и мир доумножатся. Погранитесь друг другу и скажите, благодать и мир доумножатся. Замечательное пожелание, особенно в преддверии Нового Года. Благодать и мир вам доумножатся. Вернемся к первому стиху. Коротко напомню, о чем мы говорили на прошлой неделе. Принявшим с нами равнодрагоценную веру. Равнодрагоценную. Точно такой же. Точно такую же веру, какой приняли мы, апостолы, приняли и вы, которые только что недавно услышали о том, кто такой Иисус. Равнодрагоценная на греческом языке значит равная цена или стоит точно так же. Мое спасение, твое спасение, спасение тех людей, к которым обращается здесь Петр и спасение самого Петра стоит абсолютно одинаково. Кровь Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа. Цена моего спасения кровь Иисуса Христа. Цена спасения Петра кровь Иисуса Христа. И вера, которая передается из поколения в поколение, она точно такой же. Чудо, которое происходит в наших сердцах, когда мы принимаем Господа, она точно такой же, какое было чудо в жизни Петра, Павла, другие ученики Иисуса Христа, первая апостольская церковь. У нас с вами в сердцах в момент покаяния произошло то же самое, что произошло у них. И это происходит именно в момент покаяния. Когда мы смиряемся перед Богом, говорим, Господи, Ты, Бог, не я Бог в своей жизни, Ты, Бог. Когда мы вслух говорим, что Иисус, именно через Иисуса приходит спасение. Ведь многие люди верят в Бога. Спросите у одного, второго, третьего, а вы в Бога верите? Конечно же, верю. А сегодня это, можно сказать, практически популярно. Сказать, да, я верю. А потом следующий вопрос, а в Иисуса вы верите, а тут все, начинается разночтение, разномнение. Люди уже по этому поводу не все согласны. То, что есть Бог, то, что есть Творец, то, что есть Сидержитель, причем даже и это люди могут воспринимать по-разному. Какой Бог, на что похож, может это просто какой-то магический разум, вот, или это действительно личность, у которого был сын, сын, который пришел тысячи лет назад, на землю, затем прожил 33 года, умер и воскрес, вот, в какого Бога верю я. И именно вот в тот момент, когда мы словами своими, устами своими исповедуем Иисуса, Сыном Божьим, и в сердце веруем, вот тогда приходит в наша жизнь спасение. Чудо, которое мы называем спасением, прощением. И именно в этот момент Господь дает нам сверхъестественную способность следовать за Ним, которую мы сегодня называем верой. Мы имеем с вами одну веру, одну сверхъестественную способность следовать за Богом. Мы также сегодня имеем одни и те же убеждения, потому что мы все вместе убеждены в одном и то же, изучаем одно Писание, слушаем одни проповеди, провозглашаем одну и то же символ веры, практически каждое воскресенье вместе об этом говорим. И каждый раз, когда мы вслух говорим «Аминь» или «Да будет так», это еще одно выражение нашей согласия. Второй стих. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога Иисуса Христа Господа нашего». Благодать и мир это одни из духовные дары или духовные благословения, которые мы получаем. В Писании мы находим очень много духовных благословений, которые Господь хочет нам дать. Однако, благодать и мир это всего лишь две из них. Что здесь написано? Благодать и мир вам да умножатся. Давайте вместе скажем. Мир вам да умножатся. На греческом языке да умножатся написано так, что да умножатся и умножатся и умножатся, чтобы оно становилось больше, больше, больше и больше. Если вы створили в год в Христе, значит, то благодать и мир, которую вы получили, вы можете получить больше. А если вы уже двадцать лет во Христе, наверное, у вас уже больше благодати мира, чем у человека, который только что пришел к Богу. Однако, у вас может быть еще больше благодати мира или еще больше духовных благословений в вашей жизни, чем у вас есть сейчас. И здесь Петр говорит и в пожелании говорит, да умножатся и умножатся и умножатся, чтобы вот это умножение, процесс прибавления духовных благословений в вашей жизни не останавливался. Чтобы оно происходило, происходило и происходило. Мне нравится. Мне нравится. Благодати мир вам, друзья, да умножатся. Где бы вы не были в вашей христианской жизни, да умножатся. А после этого еще раз, да умножатся. А после этого вы поймете, что уже столько в моей жизни благодати, столько мира, я не знал, что так может быть хорошо, может быть еще лучше. Потому что так написано. Я верю в Писание, я верю в то, что написано. И если написано, что благодати мир может быть больше, значит, Господи, я принимаю. В процессе изучения этого места Писания я понял, что мне это нужно воспринимать как молитва. Молитва по отношению к самому себя. Господи, я принимаю благодать и мир, духовные благословения от тебя. И как написано в Писании, да умножится в моей жизни то, что ты хочешь мне дать. Ведь написано, значит, можно провозглашать и в это можно верить. Однако, как или что дальше написано? В познании. Давайте вместе скажем познание. В познании. Познание это очень интересное греческое слово эпигносос. Это значит знакомство, исследование, но в библейском контексте это значит интенсивный поиск чего-то. Давайте сначала поговорим об одном очень простом слове гносос. Греческое слово гносос, знание. Я, например, знаю свой номер телефона. Я просто знаю. Я, например, знаю, что я знаю. Я знаю, что Яниса зовут Янис. У меня есть какое-то знание. Я приобрел его, и оно, в принципе, ну вот и все. Вот я получил это знание. Однако здесь использована приставка эпи, что значит интенсивный или намеренный поиск Бога, исследование Божьего слова. Благодать и мир вам доумножится в познание. Бога. Вот в тот момент, когда мы начинаем интенсивно исследовать, искать, изучать Бога, воли Его, копаться в слове Его, проводить больше времени с Ним в молитве, посте. Вот именно в тот момент, когда мы применяем усилия для того, чтобы получить большее знание, эпигносос, именно вот в этот момент и происходит процесс умножения. Умножение духовного благословения нашей жизни не происходит, когда мы всего лишь этого ожидаем. О, Господи, благослови. И ничего не происходит. Вы просто ждете. Вы просто ждете. Не так. благодать и мир вам, духовные благословения вашей жизни доумножатся в познание. Духовные благословения нашей жизни умножаются, прибавляются. Мы получаем эти духовные благословения нашей жизни, когда мы начинаем исследовать Божье Слово. Когда мы начинаем делать больше, чем мы делали вчера. интенсивный, намеренный поиск Божьего воли для нашей жизни. Еще это можно эпигносос перефразировать как точное знание Слова Божия. Когда мы все со своей стороны делаем возможное для того, чтобы узнать его лучше, узнать его больше, узнать его глубже. Эпигносос это то, что ты делаешь, делаешь, делаешь и не перестаешь делать. Когда я начал исследовать это, я понял, что слово по-русски познание очень хорошее слово, потому что познание можно приобрести и познание это то, что то, чем ты можешь заниматься всегда. Ты можешь в этом не остановиться, особенно в познании Бога, потому что он без всякого предела. Мы можем Бога изучать, изучать, и мы можем Бога любить, а потом сегодня мы пели о том, что мы любим Бога. О, как я тебя люблю. Пели эти слова сегодня. Так сегодня ты можешь любить Бога вот столько. Опять упала книжечка. Вот столько можешь любить Бога сегодня, а завтра ты можешь его любить еще больше, а потом послезавтра еще больше. Наше познание Бога не останавливается. Это путь, на который мы все вступили, на который, я надеюсь, мы никогда не остановимся. Все время будем заниматься все больше и больше познания Бога. Эпигносос, усиленный поиск Бога, намеренный поиск, исследование Божьей воли. Я так благодарен Господу, что постарик дал мне задание или директиву. Он сказал, Павел, изучай гречески. Я сказал, yes sir. Все, выбора у меня не было. Он сказал, изучай гречески. Я, когда начал изучать гречески, то чтение, которое раньше занимало для меня 15-30 минут, теперь занимает от часа до трех часов. У меня такое впечатление, что я в своей жизни никогда не читал Библию. Каждый стих открывается по-новому. Я прям, что же это было до этого? Столько лет я читал Библию, а теперь я его читаю, он открывается для меня совершенно по-новому, потому что я начал заниматься эпигносос, усиленный поиск, познание Бога, намеренно изучая Слово Божие. Если же вы не читаете Писание регулярно, то есть не каждый день для вас эпигносос, усиленный познание, намеренный поиск воли Божьей в вашей жизни начинается с того, чтобы читать Слово Божие каждый день. Если вы уже читаете Слово Божие каждый день, значит, к этому можно прибавить комментарии, к этому можно прибавить проповедь, к этому можно прибавить что-то еще. Бог подскажет вам, что вам нужно сделать для того, чтобы вы более намеренно, более глубоко стали исследовать Слово Божие. Используйте план чтения Библии. Умоляю, начинайте использовать план чтения Библии. Именно в тот момент, когда я начал использовать план чтения Библии, вся моя духовная жизнь не изменилась. Появилась регулярность в чтении Слова Божия. Появилось направление, с которым я соглашаюсь и затем начинаю двигаться. И в этом Господь со мной начал работать. Представьте, как бы вы выглядели, если бы вы ели точно так же, как читаете Слово Божие. Многих из нас бы уже не было. Или были бы очень-очень слабы. Уже ходить бы не могли. А представьте теперь, как бы выглядел ваш духовный человек, если бы вы читали Слово Божие так же, как кушаете. Вы были бы просто духовными гигантами. Нас бы ничего не смогло остановить, если бы мы кормили свой дух точно так же, как мы кормим свое тело. Начинайте. Мой сегодня вызов к вам заканчивается 2016 год, начинается 2017 год, бросаю вам вызов. Читайте Библию каждый день. Это очень просто. Читайте Библию каждый день. Если вы это уже делаете, продолжайте. и прибавьте к этому то, что вам Господь говорил. Прибавьте к этому еще что-то. Потому что духовное благословение, которое Господь хочет вам дать, Он не просто хочет вам их дать, Он хочет, чтобы они в вашей жизни умножались. А для того, чтобы они умножались, надо делать, как написано здесь в Писании. Благодать и мир вам да умножится во что? познание. В познании Его, когда мы занимаемся интенсивной намеренной исследованием Божьего Слова, Его воли для нашей жизни, когда мы больше времени проводим молитвы, больше времени проводим в Писании, больше времени проводим в Поста, больше смиряемся, больше служим в Церкви, когда мы вот это все делаем и делаем это намеренно, чтобы наше знание и любовь к Богу увеличилась, вот именно в этот момент начинает происходить чудесный процесс умножения, умножения духовных благословений. Слово эпигносос используется в Новом Завете 20 раз. Апостол Павел его использовал 15 раз, один раз мы встречаем это слово в послании к евреям, автор послания к евреям неизвестен, и четыре раза использует Петр слово эпигносос. это целое понятие, это целое доктринальное понятие, которое мы находим в Библии и усиленное исследование Божьего воли, точное понимание Его воли в вашей жизни. Филиппицын, первая глава, девятый стих, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, чтобы любовь ваша еще более и более Павел молился о том, чтобы наша любовь возрастала в чем? В познании. Когда мы занимаемся интенсивным поиском Бога, один из духовных благословений, которые мы получаем, это больше любви. Колоссянам, первая глава, девятый стих. По всему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться, вас и просим, чтобы вы исполнились познанием воли Его. Снова Павел молится и говорит, молимся о том, чтобы вы исполнились, чтобы у вас было познание воли Его. Эпигносос, усиленный поиск исследования Божьего воли. Колоссянам 3.10 И облегшись в новом, которое обновляется в познание по образу Его. Снова познание. И в эфесе здесь написано, здесь написано, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Замечательные духовные дары премудрости премудрости и откровения. Я хочу больше мудрости, а тем более премудрость. Хочу больше откровения. Однако в каком контексте? Больше. Чтобы дал вам дух премудрости, дух премудрости и дух откровения к познанию Его. То есть Господь дает нам премудрость, дает нам откровения для того, чтобы мы получили больше эпигносос, больше познания, больше усиленный, интенсивный, намеренный поиск Его точная воля для нашей жизни. Вот о чем сегодня вот мое пожелание для вас в 2017 году. Благодать и мир вам да умножится в познание Бога Христа Иисуса Господа нашего. Благодать и мир вам, друзья, да умножится в познание усиленное, намеренное исследование Божьего Слова, Его воля для вашей жизни. Когда мы отказываемся от всего остального и понимаем, что только Его воли, только то, что Он хочет для нас, только вот это имеет значение, только вот это для нас важно, все остальное мы даже можем на это не смотреть, мы намеренно смотрим на Него, мы намеренно смотрим на то, что Он хочет делать для нас, в нас. Мы намеренно изучаем Его воли для нас. Второе послание Петра, 5 по 8 стих. Очень интересно. Предлагаю всему старание, покажите вере ваше добродетель. В добродетель – рассудительность. В рассудительности – воздержание, в воздержание – терпение, в терпение – благочестие. В благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Или на греческом языке здесь стоит слово «агапе» – любовь. И восьмой стих. Если это у вас есть и умножается, то вы не остаетесь без успеха и плода. Во что? В познании. То есть, если в нашей жизни есть что? Есть добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Вот если вот эти вещи в нашей жизни проявляются, у нас есть вот эти духовные дары, если, как написано здесь, у вас они есть и умножаются, то вы не остаетесь без успеха и плода в познании, в изучении Божьего слова или воли Его в вашей жизни. когда мы занимаемся поиска Бога или хотим Его познать, вот тогда в нашей жизни приходят вот эти духовные благословения, о котором здесь говорит Петр. Я бы очень хотел, чтобы вот моя жизнь была похожа на 5 по 7 стих, чтобы вот эти вот характеристики или духовные плоды, чтобы они были в моей жизни. однако мы понимаем, что эти духовные плоды приходят или проявляются только когда, или умножаются только когда я нахожусь в познании Его. для меня это радостная весть, потому что я уверен в том, что сам по себе я не способен проявлять терпение. Я знаю, что если я буду пытаться проявлять терпение, братолюбие, воздержание, любовь, все эти черты моего характера, они очень-очень маленькие. Их совсем немного. И у меня их совсем небольшой запас. И если я не провожу время в эпигнозе, с усиленной познанием, исследованием Божьего воли для моей жизни, если я не провожу время, посвященное познанию Бога, эти вещи в моей жизни, они не умножаются. И с каждой встречи, с каждым разговором, их, наоборот, становится даже меньше. Потому что я их понемножечку трачу. Терпение. Терпение может что? Может закончиться. А братолюбие не ко всему. Вот эти вот вещи, вот духовные благословения или духовные дары, которые должны проявляться в нашей жизни у христиан, мы их можем проявлять, они в нашей жизни могут умножаться, не по нашей собственной воле, не по нашим усилиям. По крайней мере, если я буду стараться, Господи, помоги мне быть терпеливым. Помоги мне, помоги мне, помоги мне, помоги мне, помоги мне, помоги мне. Мое терпение лопнет, оно закончится, потому что я делаю это сам. Но если же я, вместо того, что вы думаете, как бы быть более братолюбивым, вместо этого, я буду думать, а как бы Бога узнать? Как бы на Него больше смотреть? Как бы Его больше понять в моей жизни? Как бы Его воле исследовать? Вот если я буду на Него смотреть, тогда и терпение, и братолюбие, и любовь, эти вещи, они просто будут в моей жизни умножаться, и к этому мне не придется прилагать никакой усилии, потому что я свое внимание, все на Него. Я смотрю на Него, и Он в этот момент становится для меня источником этих духовных благословений или характеристик, которые мы все должны друг другу проявлять. Ведь иногда хочется так и сказать, слушай, ну потерпи немного, пройдет. Как-то плохой совет, слабоват как-то, потому что уже все, уже потерпел. Если бы мог дальше терпеть, я бы не подходил там за молитвы или за просьбы о помощи. Я бы просто дальше терпел, если бы мог. Но уже не могу, уже нет сил терпеть. Хотя иногда хочется, если бы ты просто немного подождал, если бы ты просто немного на Бога посмотрел, ты бы увидел, что то, что ты сейчас переживаешь, все в порядке. Если бы ты просто немного на Бога посмотрел, тебя бы было проще прощать, проще любить. И вот эти духовные благословения, которые мы все так хотим, мы не к ним стремимся. Мы не стремимся к этим духовным благословениям. Мы стремимся к Богу. И когда мы находимся в познании Бога, в этом неостановичном процессе, тогда приходят эти благословения или то, что нам так бы хотелось иметь. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога, Христа Иисуса, Господа нашего. Еще на кое-что хотел бы обратить внимание. Когда мы встречаем слово Господь, Господа нашего, это греческое слово kurios, которое означает хозяин. Это описывает взаимоотношения между рабом и его хозяином. Вспомните, что писал Петр о себе в первом стихе. Симон Петр, что? Раб. Раб и апостол Иисуса Христа. И здесь мы видим, что благодать и мир, духовные благословения в нашей жизни, они умножаются, когда мы находимся в процессе интенсивного поиска, исследования Божьего воли для нашей жизни. А Бог здесь, или Господа нашего, нашего хозяина, нашего господина. Снова, это подчеркивает наше смирение перед Богом. И во всем, что мы делаем в наше хождение с Ним, в нашей христианской жизни, все связано с смирением, все связано с нашими взаимоотношениями с Ним. И когда у нас есть с Ним взаимоотношения, тогда приходит благословение в нашей жизни. Поэтому хочу вас призвать принять решение в 2017 году больше читать Слово Божие, поститься больше, слушать Бога больше, давать Богу больше. Хочу призвать к вам к тому, что вы служили Господу больше. И вот делая все это, вы делаете это не ради галочки, и вы делаете это не для того, чтобы получить больше духовных благословений. Нет. Вы это делаете для того, чтобы приблизиться к Нему. Ведь каждый раз, когда мы служим Господу, каждый раз, когда мы отдаем Ему наши десятины пожертвований, каждый раз, когда мы проводим время в чтении, в молитве, в посте, когда мы это делаем, мы это делаем для того, чтобы приблизиться к Нему. Он сказал это делать, мы в этом послушны, в этот момент мы начинаем больше Его понимать. Поверьте, когда вы будете отдавать Господу ваши десятины пожертвованные, потом вы увидите, как оно возвращается к вам в умноженном виде. Это чудо! Однако, если вы еще Господу не отдаете десятины пожертвований, мой призыв к вам сегодня. Начинайте! Испытайте меня, говорит Господь. Испытайте Его в этом. Будет ли Он верен? Проверьте Его. И когда вы начнете это делать, вы увидите Его благословение, и что Слово Божие – это правда, и в этом вы в новом ракурсе познаете Бога. Вы что-то новое узнаете о Нем. И если вы еще это лично не пережили, значит, это еще не является для вас ваше личное знание. В этом у вас еще нет познания Бога. Может быть, в чем-то другом у вас есть познание, эпигносос. А в каком-то вопросе вы еще не испытали его. В каком-то вопросе вы еще не занялись личное изучение, не получили еще личные переживания. У вас еще нет собственного откровения. Однако, когда у вас появится собственное откровение об этом, вас уже никто в этом не сможет разубедить. Аминь. И все вместе сказали? Аминь. Отец Небесный, благодарю Тебя за Твою любовь к нам. Благодарю Тебя, Господь, что Ты нас ведешь. Ведешь наш Господь в познание Тебя. Ведешь нас, Господь, в более глубокое исследование Твоего Слова и воли для нашей жизни. Помоги нам, Господь, уже сейчас думать и размышлять о том, что в 2017 году мы будем делать больше для того, чтобы познать себя, для того, чтобы изучить, исследовать Писание. Помоги нам, Господь, через это приблизиться к Тебе. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты в нашей церкви, в жизни каждого прихожанина, каждый человек, который здесь, умножил благословения Твои, духовные благословения, благодать и мир провозглашаю доумножиться для каждого из нас в познание Тебе, в исследование Твоего воли и Слова Божьего в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за это. И благодарю Тебя, Господь, что Твоя любовь к нам, она никогда не перестает. И что всегда и во всем, Господь, мы можем узнать Тебя больше и лучше. И что наша любовь к Тебе, она растет. Наши доверия, Господь, в Тебя, она растет во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за Твое присутствие, которое здесь, прямо сейчас. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам следовать за Тобой. Шаг за шагом. День за днем. Аллилуйя. Аллилуйя. Это наше последнее богослужение в 2016 году. Я уверен, что у некоторых из вас были молитвы, Господи, вот в этом году дай мне, Господи, сделай для меня вот это в этом году. При этом, возможно, вы даже услышали, хорошо, я сделаю, но только ты должен этого человека простить. Или ты должен вот это вот сделать верою. Поэтому побуждаю вас сейчас. Не позвольте, чтобы наступил 2017 год, если вы уже знаете, что это вам нужно было сделать еще в 2016. Аминь. Ступите в 2017 год в послушание Бога. Начните год правильно. Аминь. Может быть, вы сегодня здесь, и в течение года Господь обращался к вашему сердцу и говорил, стать членом церкви. Принять решение, стать членом церкви. Может быть, вам это нужно сделать именно сейчас, пока у вас есть еще возможность в 2017 году быть послушным Богу, присоединиться к нашей церковной семье. Может быть, в этом году вы ждали какого-то духовного прорыва от Господа, новой веры. Вы так ждете, чтобы Господь вам дал дар говорения на иных языках. Но вы этого всего лишь ждете, находитесь в каком-то ожидании. Поверьте, Господь хочет вам это дать сегодня. Не нужно больше ждать. Начните 2017 год с силой Духа Святого в вашей жизни и способность молиться и говорить на иных языках. Если же по какой-то причине вы были убеждены в том, что это не для вас, или, может быть, даже в это вы не верите, отрицаете это, но Дух Святой с вами беседует, говорит, убеждает вас. Раз за разом вы слышите призыв выйти вперед сюда, к алтарю, и для того, чтобы принять дар говорения на иных языках с помощью молитвы и возложения рук. Сегодня вступите в 2017 год с новой духовной силой, которой вы так нуждаетесь. Если вы отошли от Господа, что-то в вашей жизни вы так хотите поменять, но не получается. И вы понимаете, что в каком-то вопросе вы отошли от него, вы хотите обновить свое взаимоотношение с Богом. Вам нужно исповедоваться. Поверьте, не нужно входить в 2017 год с этим грузом. Найдите возможность попросить у кого-то прощения, исповедаться перед ними, чтобы у вас было такое-такое отношение. Если сегодня вам нужно обновить свое посвящение Господу, сделайте это сейчас. И, конечно же, Иисус сказал, что Я есть путь и истина, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Спасение только через Иисуса. Нет другой пути к спасению. Ты не можешь никак заслужить свое спасение или прощение только через Иисуса. И только в тот момент, когда ты каешься, когда ты просишь у Бога прощения, исповедуешь Иисуса Господом и Спасителем, веришь не только, что есть Бог, но и что Иисус его Сын, и что именно через Иисуса приходит спасение в твою жизнь. Не просто в жизни соседа, знакомого, это твой путь, вот это путь, который ты нашел, а я свой путь, я его сам найду. Нет! В этом есть весь процесс покаяния и смирения перед Богом, что единственный путь к Богу, как сказал сам Иисус, Я есть свет, путь, истина, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому я сегодня приглашаю сюда выйти вперед. Если же вы сегодня хотите принять Иисуса как Господа и Спасителя, возьмите свои вещи, проходите сюда вперед, мы будем вместе с вами молиться. Если сегодня вы хотите обновить свое посвящение Богу, не пропустите эту возможность. Если это слово сейчас коснулось вашего сердца, если вы чувствуете, что вы хотите, вам необходимо изменить ваши отношения с Богом, я бы вам хотел помочь. Пожалуйста, произнесите эту молитву вместе со мной. Дорогой Господь, я признаюсь Тебе в своих грехах. Я признаю, что я грешил. Прошу, прости меня. Прости меня за все, что я делал неправильно в своей жизни. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Измени ее. Я хочу быть Твоим сыном, Твоей дочерью. Стань моим Господом. Я хочу служить Тебе и следовать за Тобой. Я хочу быть таким, как Ты. Спасибо Тебе за Твою жертву 2000 лет назад на Голговском кресте. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Друзья, если вы молились этой молитвой в первый раз, мы хотим вам помочь в дальнейших шагах. Нажмите на кнопку со значком вопроса справа от чата. Напишите нашему служителю. Команда ответит вам, ответит на все ваши вопросы, скажет вам, что необходимо сделать дальше. И поможет вам в вашей христианской жизни. Это был первый шаг. Но дальше будет еще интереснее, еще лучше. Напишите нам. Мы хотим вам послужить. Всех остальных, и также тех, кто сегодня впервые, хочу спросить, как вам сегодняшняя проповедь. Вам понравилась? Если вы не уловили всей сути, если вы не до конца поняли всю мысль, запись будет доступна на нашем сайте спустя короткое время. И также напомню о том, что предыдущую часть вы можете посмотреть на ignc.ru. Если вы конспектировали, не забудьте сохранить сегодняшнюю проповедь, сегодняшнюю запись, ваши конспекты на ваш компьютер. И это будет для вас большим благословением. Как обычно, расписание на предстоящую неделю, завтра в понедельник в 20-30 по московскому времени, ожидаем вас на домашней группе онлайн с Реннерами. Это место и время, когда пастор, его семья, они общаются, рассказывают какие-то свои переживания, свои мысли, обсуждают какие-то христианские темы в очень тесном, дружеском, семейном кругу. Это будет для вас большим благословением. Не забудьте в понедельник в 20-30 по московскому времени. Также ожидаем вас, как обычно, в ближайшее воскресенье в 10.00 и в 20.00 по московскому времени на нашем сайте ignc.ru. А я вам желаю благословенной недели. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok